Анатолий увлекся ракетным моделированием и изучением трудов основоположника современной космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. А со временем он заметил недостатки современной стратегии освоения космоса. Говорит, отчетливо понимал, что у человечества нет иного пути развития, кроме перенесения экологически опасной части земной индустрии за пределы биосферы, в ближний космос. Первобытные люди, зажегшие первые костры в своих пещерах, отравляли себя угарным газом и канцерогенами, и в 20 лет умирали от рака легких. Но они догадались вынести доступные им технологии – огонь, обжаривание мяса на углях, выделку шкур – за пределы своего жилища. Поэтому и смогли выжить. Так и нам, чтобы выжить в будущем, необходимо вынести индустриальную техносферу за пределы природной биосферы. Иначе бурно растущая технократическая цивилизация уничтожит планету. Инженер-конструктор Анатолий Юницкий предложил техническое решение проблемы – программу неракетной индустриализации космоса. Впервые эту программу представили еще в 1982 году, а ранее, в 70-х, Анатолий поставил перед собой задачу – сконструировать оптимальный наземный транспорт, который бы гармонично вписывался в условия реального физического мира, двигаться с максимально возможной скоростью, а воздействовать на окружающую среду – минимально, без ущерба. Для достижения оптимальных условий движения высокоскоростного транспорта пришлось убрать сплошное полотно, оставить только узкие полоски для колес. При этом, пишет Юницкий, если сделать путевую структуру по длине неразрезной, без температурных швов, то можно увеличить несущую способность эстакады вдвое. Для того, чтобы исключить сжатие и потерю устойчивости, несущую конструкцию эстакады пришлось растянуть в продольном направлении, то есть сделать ее предварительно напряженной. Так была сформирована идея струнного рельса. Струнный рельс, в сердцевине которого находится пучок, растянутый в продольном направлении несущей арматуры – струн, позволяет не только устранить экранный эффект, но и в восемь раз увеличить несущую способность опор, на которых он крепится. Это значит, что опоры могут быть в десятки раз дешевле. Дальнейшие исследования позволили улучшить аэродинамику самого рельсового автомобиля, получившего название «Юнибус». Созданию «Стю» – струнных технологий Юницкого Анатолий посвятил около 40 лет интенсивной работы. Наиболее прогрессивное поколение инновационной транспортно-инфраструктурной технологии получило название «Скайуэй» – «Небесная дорога». По словам разработчика, если по технологиям «Скайуэй» в ближайшие десятилетия будет построена альтернативная мировая транспортно-инфраструктурная сеть «Транснет», то это спасет до конца века около 100 миллионов человеческих жизней, которые в противном случае погибнут в транспортных катастрофах. А около 1 миллиарда человек не станут инвалидами и коллегами. Кроме того, землепользователям будет возвращено более пяти территорий Великобритании. Именно столько по площади почв сегодня, так сказать, закатано в асфальт и похоронено под шпалами. Ну и так далее. Затем все свои лично заработанные деньги Анатолий намерен инвестировать в разработку космической программы «Спейсвей». Возможно, в далеком будущем, спустя многие годы, программа «Глыбы и слои», видимо, уже в новом формате, будет посвящена именно этим разработкам. Ну, в то время и с прошлого. Сегодня Роскосмос, НАСА и Организация Объединенных Наций с финансированием проектов не спешат. По словам автора идеи, только научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по этой программе потребуют порядка 100 миллиардов долларов вложений. Продолжение следует...